здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях владислава тысячникова председатель люберецкой организации российского союза молодежи и говорить мы будем ну конечно же немножко работе о тех событиях которые происходили о том что как что в планах но у нас есть главный повод почему мы владиславу позвали к нам в гости владислава мы знаем что вы ваш коллектив победил в каком-то танцевальном марафоне вы давайте расскажите нам в каком да добрый день 28 февраля в комплексе триумф прошел 15 юбилейный танцевальный марафон мастер старую область движения то есть уже 15 по счету 15 он ежегодный ежегодно ежегодно так мастер стар область движения 2021 получает 22 2022 так и вы стали победителем это да мы заняли первое место и взяли кубок главы городского округа люберцы то есть главный это главный приз как бы надо сколько было участников сколько принимал всего было девять команд команде должно быть минимум 8 человек а что это были за команды что как как какие то же есть положение кто принимает туда была кама команды молодежных организаций которые находятся на территории нашего округа а также высшие учебные заведения и средние то есть колледжи хорошо и как шла работа сколько по времени шла подготовка ну вообще сам марафон длится три часа нельзя остановить на марафоне мы сейчас чуть позже говорим подготовка готова именно к самому когда тоже идет старт начала до сколько вы месяц готовились два ну вот наша команда готовилась месяц месяц так и что в положении этой подготовки вы должны подготовить какие-то номера какие-то танцевальные программы в положении прописано что нужно подготовить домашнее задание так что это домашнее задание это лес один 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 но а три часа ждет события то есть каждый вы показывает один танец этот три часа идет нет во время всего марафона ведущий дает задание которое нужно будет выполнять на самой площадке а вот давайте теперь поговорим сначала о том что приготовили вы и как вы это готовили почему именно этот танец вы выбрали у нас был танец в стиле 90-х то у нас были олимпийки такие синие из 90-х ну и песни были тоже соответствующие это если вы знаете хали гали знаменитая также была верка сердючка и песня бублика будет светло а скажите а сколько давайте мы еще об участниках вашей команды 8 9 человек вы говорили сколько у вас у нас было 11 а у вас 11 вы решили усилить мальчиков девочек сколько мальчиков было четверо остальные чек 7 7 человек так и над начинается репетиция то есть кто-то выстраивал хореографию кто-то подбирал музыку с кем вы работали кто это всегда делаю я автор концепции да так ну и конечно же с помощью команды мы все вместе как бы работаем и получается результат а на основе чего вы же не ну не с улицы людей до собираете то есть у вас уже давно что-то работает под эгидой мы участвуем в мастер-старе уже лично я участвую пять лет это мой пятый мастер-стар и поэтому мы уже понимаем как все происходит и набираем команду заранее в основном это те ребята которые уже тоже до этого танцевали понятно кто-то там отпадает кто-то нападает то есть такой живой организм хорошо и почему выбор темы то есть там прописано что тему вы выбираете сами или какие-то направления сами сами да то есть если все выберут приблизительно одинаковое направление то у нас баз будет соревнования с в одинаковых направлении конечно хорошо а есть какое-то ну расстояние что мы берем только там современные но не больные штанцы вы будете танцевать речь идет о каких танцев вообще нет можно если хотите больные то можно больные можно контент брейк-данс то есть генуку все что главное танцевальная составляю вот а что кто оценивает эту работу то есть вы этот танец показываете именно в один день когда все выступают во время этих трех часов да мы об этом поговорим сейчас с вами о том как это проходило но перед этим как часто репетиции были насколько сколько вы труда вроде бы сколько вообще танец по времени длился танец по времени 4 минуты 4 минуты вот всего лишь 4 минуты да какая сумасшедшая работа за этим стоит да сколько вы его вы говорите месяц доработали сколько было репетиции репетиции были каждый день по 2 часа каждый день по естественно некоторые дни пропадали там ну по возможности но немножко выравнивая концепция что наверно добавляли меня а потом уже закрепляли и тогда хорошо но вот пришло время когда то же самое видимо делали ваши коллеги кто-то может быть больше делал кто-то меньше и так далее вот начинается этот марафон марафон почему потому что он на как скажем на профессионализме основан то есть на умение танцевать на художественной составляющей что танцевать или на физической составляющей чтобы выдержать все эти три часа или четыре если получится ну честно говоря мне кажется что организаторы хотели сделать уклон именно на сплочение всех коллективов больше а вот именно танцевальная составляющая это уже чтобы показать свои артисти мы скажем так и умение да ну и о как шла программа то есть каждый коллектив до должен показать свое выступление какой-то жеребьевка была до лика до была жеребьевка между лидерами команд и между самими командами которые но выбирали по счету какие не буду выступать на этом марафоне каким вам выпало выступать мы были восьмые восьмые но это тогда это так самом конце сам конце но это кстати неплохо это удобно когда запоминается говорят первые последние это хорошо что были последние потому что яркие и запоминают жюри обычно те кто были в конце хорошо а жюри оценивала вас как поднимали какие-то оценки или выступала или просто потом огласили какие-то результаты это потом я так понимаю именно конкретный танец есть а потом вы еще расскажите еще потом жюри на протяжении всех трех часов подходила ко всем командам и раздавала фишки каждая фишка имела свои баллы а у ведущей были фишки по 30 баллов а у жюри 20 и то есть эта фишка попадает в некоторые некую вашу копилку то это вам идут эти баллы и получилось что вы да хорошо это не только за один танец да это вообще за вашу вот хорошо вы станцевали пара прошли эти девять танцев что было дальше что чем заполнялись эти три часа было также выступление лидеров команд так то есть это вы должны были сами что-то да это было импровизация у нас была в команде девочка юля она была лидером и вот она выходила в круг со всеми лидерами и их по очереди вызывали на центр танцпола они должны были симпровизировать под песню которая им попадется то есть они не знали что они знали только стиль танца а потому что они вытягивали жеребьевку а то есть они еще понимают у них в принципе было еще моральное время хотя бы понять какой стиль да но непонятно будет какой будет музыкальное оформление музыку вообще не знаю так хорошо и что выпало вам у нас было диска динув мне кажется диска это даже и я наверное так смогу если что вот но это конечно я смеюсь но понятно что речь идет о оценивались на какие-то профессиональные танцевальные движения или ну должно соответствовать стилю то есть если диска то должно быть диска если контемпорари то должно быть это да ну то есть не 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 румба если диска понятно что дальше было какие еще соревнования были лидеры мы поняли командное выступление подготовленное 4 минуты за месяц потом лидеры выступали а потом еще были задания на самой площадке то есть ведущий ну например было станцевать танцы из тик тока то да нужна миссия лезда разная музыка и как бы но все участники должны были станцевать эти танцы они как-то показывались демонстрировали нет то есть на знание а если чек не знаю тогда я импровизация а то есть тогда новый танец рождается для тех кто понятно хорошо какой вам танец попался а у всех был один а у всех один для всех участников вот и это тоже делал лидер или кто-то другой лисе вместе а всеми все команды то есть надо было а это тогда был какой-то общий ну то есть это же танец который те кто как правильно там один человек делает командное тоже надо еще придумать чтобы общее движение делать вас получилось да то есть более-менее известный ролик дано хорошо так что еще было какие-то еще были также были задания по нужно было показать праздники начиная с января по декабрь нужно было показать сценки чтобы жюри угадали какой-то праздник а сценки там танцевали да ну то есть ведущий говорил например январь ну естественно январь у нас там новый год день студента и нужно было показать вот сценки которые описывают данный праздник но по эти сценки же должны быть какие-то танцевальные танцевальные и да вот вы знали что будет вот такое расписал уже до для вас это было импровизация ну и что вы показывали там много таких 1 месяцев наверно было да 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 это всем его показывали точно помню день защитника отечества 8 марта показывали новый год тоже 14 февраля ну мы по каждому месяцу показали праздник который главный скажем так ну понятно хорошо еще это я так понимаю не все нет еще были задания какие показать страны мира то есть какую-то скульптуру или какой-то достопримечательность страны нужно было показать это уже это уже не в танце а это уже по уже завтра какие-то до силуэты там и так далее и что вам выпало да все это для всех опять же все задания не были для всего лучше покажет там какую-нибудь свободу соединенных штатах америки да да условно говоря все друг друга поднимали там наверх статуить показал то есть вот и это надо было отдавалось время на подготовку каждого сколько можете сразу я сразу говорили вот мы там путешествуем в бразилию и сразу нужно было показать но вы должны были как у нас ориентироваться на 15 чтобы все собрались там хорошо так еще что что еще были стиле танца разные нужно было показать включали музыку ну и говорили там например лесгинка нужно а музыка тоже динку да то есть для всех нужно был но я имею музыка одна идет а под эту музыку разные разные музыка хорошо понятно и вам тоже удалось где набрали больше то баллов всего а честно говоря мы не знаем потому что ну во время марафона он так быстро идет даже не замечаешь когда подходят жюри и дают как бы эти жетончики поэтому даже не знаю на каком моменте больше мы набрали ну а вам как кажется где у вас были где вы хорошо выступили а где немножко просили мне кажется стиле танцев точно хорошо мы взяли жетончиков и наверное даже не знаю ну а номер ваш самый главный который вы готовил номер точно всем понравился потому что очень зажигательно было до нас были еще элементы акробатики там у нас много девочек из команды делают перевороты шпагаты и колеса да поэтому у нас же хороший такой задорный номер получил вас такой спортивно спортивный танцевальный спортивно-танцевальный коллектив хорошо сейчас мы сделаем небольшую паузу напомню что у нас здесь в студии в гостях лавислава тысяч никого представители резкой организации российского союза молодежи мы говорили о танцевальном марафоне мастер-стар область движения 2022 мы выяснили что он проходит каждый год уже на протяжении 15 лет и кубок главы городского круга люберцы за первое место раз кубок значит победа получала получила команда вот который руководить и вы правильно владислава как руководитель но во второй части мы еще частично поговорим про этот марафон и немножко поговорим о работе самого союза вашего отделения дождитесь напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас в гостях ладислава тысяч никого председатель люберецкой организации российской молодежи немножко еще поговорим о танцевальном марафоне мастер-стар область движения 2022 кубок главы городского круга люберцы завоевала команда которая собственно говоря под предводительство владиславы и выступала скажите ну обычно когда проводят такие фестивали помимо соревновательные составляющие есть еще подсматривающие до составляющие когда вы смотрите как делают другие как вы вообще оцениваете весь этот танцевальный марафон трехчасовой это было интересно да каждый год интересно на самом деле потому что команды готовят совершенно разные номера то есть можно увидеть вообще абсолютно неожиданные да например в этом году была команда честно говоря не вспомню из какого учреждения но они назывались кавказ dance и да и они танцевали кавказский номер то есть ну такого на мастер-старе никогда не было обычно все танцуют современные танцы может быть русские народные но вот кавказа точно никогда не было и не прям на самом деле очень зажгли нам это очень понравилось а кто входит в жюри кто эти люди в жюри ну те кто непосредственно касаются наверное танцевальной сферы были в жюри сергей куделин и екатерина они из танцевального коллектива flash были все на да да а были из балаган лимитед светлана была своей напарнице как я понимаю вот так же представители администрации на на были до которые тоже сада был денис ведорошенко на общественной палаты люберец хорошо а зрители кто зрители это поддержка самих команд а то есть было поддержка это ребята из организации также и ну вот университетов и колледжей то есть там большие группы поддержки такие вся трибуна заполнена перед сценой а проходила это все триумфе триумфе да вы говорили об этом хорошо идем дальше что ждет какое будущее танцевального марафона в следующем году будете делать конечно акту организаторами выступают управление по работе с молодежью во главе с борис борисовичем новиков понятно хорошо владислава теперь поговорим немножко чем живет сегодня российский союз молодежи мы плавно выходим из пандемии наверно сложный был период для вас помогали много да вообще расскажу что два года назад переизбрали состав российского союза молодежи была большая конференция вот и как бы российский союз молодежи начал работать по-новому в нашем округе пандемия далась да тяжело мы также помогали как и все остальные волонтерской деятельностью вот помимо этого мы всегда помогаем нашим ветеранам мы активно сотрудничаем с ними то есть любая как бы просьба мы всегда здесь и сейчас вот помимо этого что могу сказать российский союз молодежи участвуют федеральных проектах и областных таких как студенческая весна студент года и в прошлом году эти два больших проекта прошли на территории нашего округа то есть наш люберецкий край скажем так принимал гостей со всей страны и со всей московской области вот эти мероприятия пришли в картины галереи у нас и в гуманитарно-социальном институте помимо этого что мы участвуем в каждом естественно городском мероприятии но и реализуем свои какие-то акции приурочные там к праздникам ну каким-то хорошо кто входит наш люберецкий союз молодежи что это за как как вот вас выбирают избирают и назначают как это происходит ну знаете мне кажется это люди которые ну не просто вот скажем так с улиц там или еще что-то настоящая команда это ребята которые давно занимаются молодежной политикой на территории нашего округа все уже наверно ну мне кажется лет 5 точно вот все занимаются этим и волонтерской деятельностью у нас вообще соединенные у нас ребята есть из молодежного парламента общеобразовательных учреждений есть из молодой гвардии ребята из юнармии то есть ну мы все вместе так соединились как-то в российский союз молодежи понятно хорошо сколько человек всего получаются на самом деле сейчас очень мало потому что я уже говорила что организация не так давно начала балансировать но где-то 20-25 есть но это уже нормально да хорошо и как как-то распределяется эта работа но вот скажем мое время как комсомольская было да там распределяется есть комсомольской организации до этого было направление до были какие-то кто-то занимается там спортивным направлением кто-то культсектором занимается кто-то еще у вас есть такое распределение но у нас есть распределение в плане того что есть комитет организации это но как руководящие органы скажем так там стоял восемь человек а все остальные это активисты российского союза молодежи вот так чтобы именно кто-то занимался каким-то сектором наверное нет потому что ну как бы если есть какие-то предложения или проект это мы как-то все вместе то есть там уже да понятно распределяется кто чем занимается вот так чтобы кто-то именно особенно занимался чем-то такого нет все вместе понятно хорошо ну и какие планы я так понимаю что частично они касаются глобальных планов которые вообще есть в головном как бы до офисе россии российского союза молодежи а есть планы которые вы сами намечаете до плана работы что проводить то далее вы уже сказали да какие-то мероприятия и так далее вот что впереди ждет работу будете ли вы еще привлекать каких-то людей проводить какие-то еще мероприятие ближайшее время под эгидой да конечно будем ближайшее время мы во первых хотим дать такую рекламу чтобы вступали в нашу организацию хотим съездить в наши колледжи высшие учебные заведения и в школе тоже да хотим рассказать о нашей организации потому что нам нужны и активные ребята которые готовы так скажем работать на благо нашего округа и вообще молодежи в целом понятно а как вот нынешняя сегодня мы молодежь как вообще относятся но конкурсы это понятно да но есть еще много других ответственных моментов там волонтерское движение может быть я не знаю опять же спортивным знаем что любят сюда территория спорта вот как это происходит ну я считаю что наша молодежь вообще она поистине можно так сказать классная потому что они за любое движение за любые проекты всегда готовы поддержать и помочь то есть никогда не было такого чтобы кто-то отказался или проявлял какую-то там негативную сторону все всегда за и все всегда вместе и вообще все организации на нашей территории молодежной все общаются мы стараемся как-то друг другом поддерживать связь и помогать друг другу хорошо а вы получаете за это какие-то деньги или это на добровольных основах ну вообще российский союз молодежи это не коммерческая организация но финансирование может происходить за счет ну грантов то есть ответственно вам еще выгодно до попытаться выигрывать да да какие то то есть это тоже вашей работе были уже какие-то гранты реализованы но мы подавали на президентский грант но так вышло что он не прошел может потому что ну как бы мой первый год только в этом всем как бы нужно немножко поучиться и учиться до подождать хорошо скажите пожалуйста московская область есть нам еще какие-то другие отделения до проводятся какие-то соревнования не соревнования встречи дискуссии как мы очень активно сотрудничаем с подольской организации с нарофа минской организации в одинцово тоже есть организация вот в подольск выезжали даже нашли брестской организации что там происходило у них была конференция это переизбрание председателя мы тоже приезжали поддерживать их вот поэтому да а вот соревнования какие-то проходят под эгидой я имею ввиду спортивные соревнования вы как-то у меня как такового нету прям спортивных соревнований не но поддерживаете как-то участвуйте в этом мы обычно все встречаемся на каких-то больших мероприятиях федеральных например недавно была встреча паралимпийцев вот мы все соединялись и приезжали поддерживать наших ребят понятно хорошо ну и каково отношения скажем молодежи которые не еще не является активным участником вашего союза уважаешь есть друзья знакомые кто-то считает что наверное это ему не надо кто-то может задумывается об этом вот если бы была у вас такая возможность почему бы вы посоветовали бы вступить в такую организацию в такие ряды посовет что хорошего что получает молодой человек который всегда находится в каком-то поиске который считает себя активным которую хочет участвовать жизни округа у которого какие-то планы есть свои личные может быть глобальные да вот чтобы вы посоветовали ну и знаете вообще считаю что каждый человек который вступает какую-то организацию ну как мне кажется он идет искать какие-то коммуникации потому что когда ты вступаешь в организацию ты знакомишься с людьми начинаешь с ними общаться вы вместе делаете какую-то работу вот это на самом деле очень здорово но хочу сказать именно про нашу организацию мне кажется это не просто организация именно как семья знаете какая какая-то и каждый кто попадает к нам но он как-то уже не хочет уходить обратно понятно хорошо но и я так понимаю что человек который находится в такой организации он все-таки смотрит на перспективу некоего роста по ну скажем лестницы общественные да наверное кто-то может вступить в партию или заняться парламента парламентской деятельности были вы говорите что и молодежный парламент в этом принимает участие да да но вступить в партию не знаю потому что наша организация не партийная но я так не думаю что дать члене но человек может выйти из организации вду как бы по возрасту уже идти дальше да то есть это люди которые так видят в себе потенциал руководителя какого-то верно но потому что есть очень хорошее равнение на наших руководителей помогают вообще расскажите помогает да ну по любому вопросу абсолютно от самых мелких проведения мероприятий в муниципалитете например до федерального уровня наш руководитель федеральной организации российской союз молодежи по и палочек красноруцкий он вообще житель городского округа люберцы преференции на и помимо этого он еще в общественной палате российской федерации то есть но мне кажется ребята на него очень равняются чтобы достичь такого скажем уровня нужно постараться хорошо ну и завершая потихонечку наш разговор давайте вернемся еще раз к танцевальному марафону а почему именно танцевальный марафон почему именно вот то есть у вас такое было желание ну просто я я поясню у многих ассоциация там российский союз молодежи вот какой-то как чиновничьи начало что это люди в костюмах сидят там что-то бумажки и кладу да не проводят мероприятия но что-то такое какое молодое подспорье будущих чиновников и вдруг танцевальный марафон то есть вы вас как бы заставили это делать или это от души от души да мы просто любим такие мероприятия они как бы так ну выходят за рамки так скажем выводят нас не вот это как вы сказали бумажки сидишь делаешь а тут можно расслабиться творческое начало удовольствие до танцев и вообще энергетики там потрясающая энергетика на этом марафоне замечательно прекрасно ну что ж еще раз поздравляем вас победы в танцевальном марафоне который называется мастер-стар об область движения 2022 кубок главы кстати вам вручили уже дал да есть городского круга люберцы надо было привести надо было принести показать но в следующий раз тогда владислава тысячникова председатель люберецкая молодой еще совсем люберецкой организации российского союза молодежи спасибо вам большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания ну